И мы продолжаем наш эфир. Когда мы говорим о детях, мы всегда говорим о радости. Ну, а в мире нет ни одной организации, которая радости дарит больше, чем КВН. И в гости решили позвать человека, которого вы знаете не в однослышке. Мне кажется, вот есть отдельное место на диване, где Александр Ященко уже давно расположился. Его тоже представлять не нужно, но на всякий случай это президент Лиги КВН АЛАТО. И также Самат Абилов, это директор Лиги КВН АЛАТО города Караболта. Доброе утро, здравствуйте, как ваше настроение? Доброе, доброе, отлично. Хорошо, хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот как проходит День защиты детей у тех людей, которые смех и радость дарят ежедневно, ежечасно? Они радуются. Так скромно. Как дети сами, как дети радуются. Ну, в целом подготовка-то идет во всех направлениях. Если говорить о Дне защите детей, так и ваечки и здесь вот успевают, мне кажется. Есть ребята, которые в процессе игры в КВН умудряются еще и организовывать детские шоу, детские представления. Вот как-то так, можно сказать. Хорошо. Давайте детей оставим тем людям, которые непосредственно детьми занимаются. Перейдем непосредственно к КВН. У нас очень скоро, можно сказать, на носу 1-8 Лиги КВН АЛАТО. Да, совершенно. Сколько команд будет участвовать в 1-8 Лиги КВН? На данный момент 13 команд. Из разных стран? Из разных стран. У нас в этом году Узбекистан, вы знаете, по фестивалю Узбекистан прошли в сезон. Очень много казахских команд, которые приехали. И к нам еще присоединяется команда, которая играет в телевизионной лиге. Это город Минск, команда Малбулак. Отлично. Вот уровень из этапа в этап растет? Меняется? Наверное, это надо у зрителей спрашивать. Ну, а вас удивить становится все сложнее и сложнее? Ну, меня удивляет, наверное, только мой ребенок сейчас. Только он может это сделать. Команды, команды, ну, удивляют иногда. Иногда бывает очень сложно удивить после Сочи, когда там просмотришь 400-500 команд. Очень сложно удивить. Самат, ну вот а в вашем случае? У нас, безусловно, я замечаю, что от начала игры, от начала лиги до финала, безусловно, качество растет все равно. Потому что ребята приобретают опыт бесценный, который, в принципе, за которым и нужно гнаться к ВХ, поэтому качество растет. Да, хотелось бы отметить, что если взять, допустим, то же самое российское телевидение, сейчас 80% контента, который выпускается на российском телевидении, это КВНщики. Просто многие думают, приходя на КВН, что это вот суперподготовленное шоу, что это вот очень круто. Но на самом деле это школа для многих будущих ведущих, для многих будущих продюсеров и так далее. КВН учит быть в команде, не сдаваться, все время сражаться с самим собой. Иногда бывает такое, что ребята подходят, говорят, мы вот просто так морально измотаны, что просто не хотим выходить. Но как только звучат, как говорится, фанфары, они выходят, улыбаются и продолжают свою игру. Но мне кажется, давки, которые получают люди в ходе игры в КВН, они вот применимы не только в медиасфере, но и в принципе в любом направлении, да, в любой сфере жизни. Почему? Потому что юмор не помешает абсолютно нигде. Все верно, все верно. Жизнь действительно не помешает. Вот у нас, если брать карабалтинскую версию игры, скажем так, КВН, у нас ребята тоже начинают со школьных скамей. Потому что, ну, вроде бы у нас высших учебных заведений как таковых нету, можно сказать. Есть техникумы и так далее, от которых ребята съезжаются с сел. А вот все-таки карабалтинцы, жители карабалты, жители, играют в школьники. Поэтому постепенно, постепенно приобретая опыт, они приезжая уже сюда, допустим, в Бишкек, становясь студентами, уже чувствуют себя более комфортно. Ну, можно сказать, что карабалта в какой-то мере это тоже кузница кадров. Почему? Потому что огромное количество ребят, которые играют в КВН, я знаю, они родом из карабалта. Вы знаете, да? Я знаю. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, немного шутливый, но, с одной стороны, серьезный. Мы знаем, что в карабалте очень много спортсменов. Да, тоже. Насколько тяжело КВН конкурировать с видами спорта, с тем же самым боксом, с той же самой борьбой? Ну, мы всегда последний ряд оставляем для наших спортсменов в зале. Они всегда наблюдают и контролируют, нет ли там, скажем так, некорректных шуток про спорт. Вы как будто бы с ними сотрудничаете. У нас редактура, у них во время игры идет редактура, они смотрят и контролируют эти праздники. Почему последний ряд мне стал интересным? А чтобы убежать нельзя было. Нет, в целом... Им просто весь зал видно, и они контролируют, что все тихо было. На самом деле спорт в карабалте тоже очень хорошо развит. Наверное, два таких больших направления. Это вот молодежь, спорт. Мы никак не конкурируем, потому что у них своя ложа, у нас своя ложа, по сути мы... То есть нет хэдхандика, да, я так понимаю, пришли на тренировки, посмотрели, вот этот парень мне нравится, мне кажется, из него получился бы настоящий. Нет, у спорта КВНщиков не забираем. Хотя, вы знаете, есть ребята такие, которые совмещают спорт, то есть тренируются вечером, днем занимаются, и КВНом прокачивают себя. Бывает и такое, у нас есть команда. Ну, и с ними шутки плохие, да, я так понимаю? Если не посмеешься, то может и ударить. Ну, я бы так не сказал. Хорошо, сутки, сутки не... Скажите, пожалуйста, как давно уже существует филиал Лиги КВН АЛАТО в городе Карабалта? Скажем так, в Карабалте он уже существует 13 лет. До Лиги АЛАТО он был открыт еще очень давно. Ермеком, вру, Телеком Нурбаевым, есть такой замечательный человек, который когда-то постарался, открыл филиал. Потом со временем потихонечку передал своим раздеправление, там у нас много ребят было. Ну, по сути, это выходцы все из КВН. Ну, на данный момент вот пока я. Там дальше посмотрим. Уже 13-14 лет уже, если я не совру, быть точным. Вот если отойти от специфики именно КВН, допустим, брать российский юмор, мы знаем, что стендап-школы, допустим, Москвы, Питера и того же Екатеринбурга, они немного отличаются. То есть, понятное дело, что это немного разные площадки, но все-таки вот специфика юмора, она, ну, немного все-таки доразная. Вот можно ли говорить о том, что юмор в Бишкеке, юмор в Аше и, к примеру, юмор в Карабалте, он имеет какую-то специфику? Да, безусловно. Конечно. Но это, я считаю, что это очень глубокий вопрос. Но это отличается. Даже вот ребята, одни и те же, одна команда, выступая здесь, они себя чувствуют на сцене немножко по-другому, чем в родных пенатов. Даже я вот ездил на финал, был в Карабалте недавно совсем финал. Мы ездили туда и смотрел я на тех же самых ребят, которые здесь видел. Там они себя гораздо увереннее чувствуют, а там они по-другому себя ведут. Но это и задача КВН, чтобы ребят чувствовать себя, как рыба в воде на любой площадке. Раскрыться, конечно. Они должны уверенно быть в себе, даже если им придется ехать на Иссыкуль, а им придется ехать на Иссыкуль. Вот, и там тоже своя публика, своя своеобразная. Там больше приезжих, вот в прошлом году у нас, когда летний кубок был, очень много было отдыхающих, которые пришли посмотреть на игру КВН. И там было ребятам, некоторым очень тяжело адаптироваться. И это тоже играет большую роль. Разница, конечно, есть, если говорить, допустим, о различии. Вообще в целом юмора, как шутят, скажем, страны России, как шутит Кыргызстан, Узбекистан. Это все прям культура сказывается. Потому что, ну, вот узбеки, они такие веселые, оп-оп-оп, Кыргызы у нас более такие любят гнать. Мы в КВН так называемый, это гон, абсурд, юмор такой называется. Русский юмор, он, к примеру, больше текста содержит. Ну, как-то так. Ну, не угадаешь, это надо смотреть. Ну, долго-долго объяснять. Да, если погружаться, это очень долго, на самом деле. Но я думаю, что намного проще будет сейчас в прямом эфире на телеканале НТС в Утролайве выиграть билеты на 1 восьмое финала. Да. Да? Вот сама ту как раз, он, как сказать, премьера твоя, твоя такая вот на Утролайв. А, все еще у меня интереснее. Да, поэтому вопрос именно от тебя. Давайте механику объясним. Мы задаем вопрос. Так. Кто первый дозвонится, отвечает правильно на вопрос, тот эти билеты и получает. Окей, хорошо. В принципе, вот можно посмотреть билетики на 1 восьмую финала. Есть замечательные бело-зелено-синий-желто-красный. Ну, он такой. Содержит все цвета радуги. Ну, вопрос мы не станем задавать сильно сложный. Я думаю, очень простой можно задать. Любой должен справиться, любой поклонник КВН. Вопрос такой. Кто стал чемпионом высшей лиги Маслякова в 2016 году? Название команда. Если, в принципе, будет ответ, два пригласительных люди заберут. Можно я отвечу, пожалуйста? Ну, а наши телефонные номера, по которым вы можете ответить на этот вопрос и выиграть два билета на КВН, звучат таким образом. 57-77-97. Мы ждем ваших звонков. А разыграем прямо во время интервью, я так понимаю. Чтобы не оттягивать. Давайте небольшую подсказку для тех, кто, может быть, КВН не смотрит, но смотрит только в соцсетях. Это правда, что победители, о которых шла речь, название их команды начинается на А, заканчивается на Х? Нет. Увеличим шансы, хорошо. Вернемся к 1-8 финала. Я напоминаю, что можно выиграть билеты. 57-77-97. Звоните, мы вопросы в любом случае повторим. У нас есть звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Как вы догадались. Очень было тяжело, но благо. Объяснительно, да, пожалуйста. Вот теперь я буду тоже знать. Александр не знал. Спасибо вам. Ну, вопрос был действительно очень сложный. Вам наш менеджер расскажет, где и когда можно будет забрать приз. Самат, вы большой молодец. Видите, прям задали вопрос и сразу же, буквально через несколько секунд поступил звонок. Я тебе говорил, давай что-нибудь с физикой. Хорошо. Давайте к 1-8 финала вернемся. У нас будет 13 команд. Будут команды из Казахстана, из Узбекистана. Одна команда из Минска. Ну, они вообще... Вообще не из Кыргызстана. Команда Молбулак. Молбулак это совместная сборная команда Казахстана и Кыргызстана. Просто по итогам сочинского фестиваля они попали в Минскую лигу. Они провели несколько игр там и, к сожалению, им немножко опыта не хватило. И они в этом году первый раз вылетели и, к сожалению, немножко не дошли там, скажем так, до финала, до полуфинала. И попросились к нам обратно в лигу, чтобы не терять навыки, опыт. И вообще для КВНщиков очень важно не вариться в своей каше, то есть играть в разных лигах. Так набирается опыт. Очень большой и серьезный опыт. Зачем, в принципе, и гонятся ребята. Повторим. Хорошо. Самат Александр, скажите, вот почему зритель должен обязательно попасть в одну восьмую финала? Да, мне кажется, он вообще на любую игру должен попасть. Вот, как говорил Саша, я, наверное, более простыми словами скажу. У нас, когда зритель приходит на игру, ну так привыкли, что если ты приходишь на КВН, там должны быть мега шутки, там должно быть мега смешно. Но мы говорим о том, что мы все люди, и когда-то начинаем играть в него, не всегда все получается. Дети тоже не сразу начинают ходить и так уверенно бегать, скажем так. Поэтому нужно ходить как минимум, чтобы знать, что происходит. Если там есть ваши знакомые, поддержать их обязательно, за страну поболеть, я не знаю. Ну, узнать, какие последние новости на КВН можно. КВНщики очень актуально шутят. Всегда последние новости, как-то последние события, они обшучивают, можно так сказать. Поэтому нужно приходить, приходите все, все без исключения. Хорошо, давайте в завершение нашего интервью пройдемся по датам. 2 июня, 18.00, филармония имени Топтагулса Тулганова. Да, совершенно верно. 1-8 финала, 13 команд, гости из Казахстана, Узбекистана. Вот мне кажется, для того, чтобы посмотреть на наших южных соседей, нужно обязательно сходить. Потому что для меня Узбекистан и юмор, ну, вещи немного несовместимые. Почему? Сейчас мы подспорим. Давайте теперь мы перейдем к убрану. Это почему? На самом деле узбеки очень хорошо шутят. У них, знаете, колорит. Вот этот веселый, все через улыбочку, дорогой. Нет, нет, нет. Я видел узбеков, которые шутят, но я не видел именно юмор, какую-то тенденцию. То есть в силу определенности закрытости до определенного момента. Я вам скажу тесно так, что все команды, которые я видел из Узбекистана, даже на сочинском фестивале, они отличались тем, что у них просто сумасшедшая харизма. И они когда выходят, и волей-неволей зажигаешься этим позитивом, несмотря на все заботы, которые происходят в мире сейчас, иногда просто становятся. Но смотришь на них и зажигаешься. Как-то хочется жить, хочется смотреть на жизнь по-другому с их точки зрения, как они это все видят. И это уже зажигает. Да, поэтому до каждой команды хороша. Ну, правда. Вот есть любимчики, Сават. Ты тоже хотела сейчас спросить. У меня, лично, не знаю, вот у меня, допустим, в Карабалте, они все для меня любимчики. Когда они приходят в начале сезона, ты их любишь, ты их лелеешь, как детей, взращиваешь. Потом они вырастают и уходят. И уходят так на меня, по-другому с Александром. Ну, потому что, нет, они вообще вырастают. У нас же вот в основном школьная лига. Закончив 11 класс, они в любом случае едут сюда в Бишкек учиться. И как бы мы теряем кадры. Ну, я не считаю, что мы теряем. Мы их взращиваем и передаем дальше. Либо они играют в лиге Алато, либо они играют в тома-шоу, едут, есть такие, даже у нас в Бразилии. Очень много. Кто-то идет в комедии, в комедии сказал, стендап-шоу есть, такой корынский. Но это КВН, это же одна большая семья. Это база, скажем так. Для нас, если есть отдельные команды, то для организаторов, для директоров, это все команды, это одна команда. Потому что, если какие-то сложности по КВН возникают, то человек с любой команды готов тебе помочь. Мне кажется, можно даже выйти за пределы слова «команда», потому что все те люди, которые имеют отношение к КВН, я знаю, что это не одна большая команда, это одна большая семья. Семья, да. Совершенно верно. Родственников по Гористиану целая куча. Я хотел бы напомнить, что в гостях у нас были Александр Ященко и Самата Билла. Вам большое спасибо. Спасибо большое. 2 июня абсолютно всех по 17.00 филармонии ждем для того, чтобы посмотреть на 1.8 Лиги КВН Лату. Верно. Да. Вам большое еще раз спасибо за то, что пришли. А сейчас хотелось бы презентовать нашим дорогим телезрителям юную, талантливую девочку, певицу, танцовщицу и, конечно, умелую скрипачку Альмиру Аджимашалиеву. Она исполнит нам небольшую композицию под названием «Бол Сочи». Я думаю, что это тоже всем нашим гостям понравится. Никуда не переключайтесь, будьте с нами. Я думаю, что это тоже всем нашим гостям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ